Поздравить любимую гимназию с юбилеем и днём учителя пришло немало гостей, друзей школы, выпускников и педагогов-ветеранов. Каждый человек прошёл через школу. Это школа в семье, это школа в непосредственном образовательном учреждении, в ВУЗе и сама жизнь. Это тоже школа. Лучшие педагоги и ветераны образования, отдавшие много лет работе в гимназии, были отмечены благодарностями. Именно они заложили прочный фундамент сегодняшних успехов школы. А ученики подготовили для своих наставников яркую концертную программу, в которой показали не только хорошие вокальные и хореографические способности, но и знания литературы и истории. Двойное торжество лишь начало в череде праздничных мероприятий, посвящённых 25-летию гимназии. Я хотела именно сегодня поздравить всех учителей и от себя лично, и от лица, наверное, всех уже умудрённых опытом учителей с этим замечательным праздником. Пожелать здоровья, благополучия, творческих успехов, конечно, любознательных учеников и понимающих родителей. И особенно мне хотелось бы сказать слова благодарности тем учителям, которые уже, к сожалению, по возрасту, каким-то другим обстоятельствам не работают в школе, но бывших учителей не бывает. Поэтому им тоже низкий поклон, потому что их труд, их работа продолжается в их учениках. В школе запланировано несколько масштабных мероприятий, посвящённых 25-летнему юбилею. Самые важные должны пройти в феврале будущего года. Главными гостями на них станут выпускники и педагоги, для которых гимназия номер 4 была стартовой площадкой для успешной самореализации в жизни. Мы все приглашаем в феврале месяце на наши торжественные мероприятия, безусловно, и тех учителей, которые работали когда-то в гимназии. Может быть, волей судеб оказались уже на более высоком уровне, работают в министерстве образования. Вообще, всегда говорим, что на 4 гимназии кузница педагогических кадров и наших выпускников любимых. Поэтому милости просим 4 февраля к нам в гимназию на юбилей. Пётр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».